О, ребят, здравствуйте! Рады вас приветствовать у нас на квадроэкстриме! Это Жека Донец! Йоу! Привет! Привет! На самом деле, ты будешь у меня интервью брать, да? Не думайте, что мы здесь будем брать интервью друг у друга, это будет серьезный разговор. Смотрите! Путешествие на квадриках! Сука! Давай! Жека! 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 Слой, целый, ты же отмороженный! Капец! Белки-палки! Новые ботиночки! Ну что теперь уже? Главное в этом деле не ударить лицом в грязь! Привет, Красноярск! Привет, Сибирь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Предвижу все вас оскорбить Печальные тайные объяснения Какое горькое презрение Ваш гордый взгляд изобразит Чего хочу, с какой я целью Открою душу вам свою Какому злобному веселью Быть может повод подаю Случайно вас когда-то встретил Вас искру нежности заметя Я ей поверить не посмел Привычки милой не дал входу Свою постылую свободу Я потерять не захотел И вот еще одно нас разлучило Несчастной жертвой Ленский пал Ото всего, что сердцу мило Тогда я взял и оторвал Чужой для всех, ничем не связан Я думал гордость и покой Замена счастью Боже мой, как я ошибся И наконец Всем привет, меня зовут Евгений Донец И сегодня я пошел на очень рискованное мероприятие На прогулку по лесу, по тайге От квадро экстрима Вместе со мной здесь находится Профессиональный человек Анатолий Васильев Привет, я здесь Ну что, поздоровайся с ребятами Мы сейчас будем говорить Об экстремальном спорте Можно выхлопную трубу Соединить с матрасом Газануть легка И он надувается Короче, он лопнул, что ли? Да, короче, там дырка вот такая А где ты спал? А где ты спал после этого? На досках А тебе полезно, кстати Я его просто постелил Вообразил, что он надутый И лег спать Спасибо А можно на более сухое место? Шеф! Ну, сухо только в пустыне Можно грязно Да лямба, ну давай договоримся Ладно, давай Смотри, вот человек приходит Такой, как я Ну, совершенно Вот, ни разу не ездивший На нормальном квадроцикле Я понятия не имею Какой круче Но я хочу кататься Змея! Что, змея? Блин, стоим на болоте Реально страшно Каждый вот такой прикол Я сейчас чуть реально Не дунул от страха Я поймал ее Что, серьезно? Покажи лягушку в камеру Ближе, ближе Да, ближе сейчас на меня Давай ее не уйдет Это царевная лягушка Целуй ее Целуй, целуй Не, грязь на наличие Что-то мне кажется это У меня грязь на лесницах Не так ли? Ну, немножко есть Ну, вода поможет Хорошо водиться? Отлично Понимаете, с кем приходится иметь дело И это он трезвый Грибная уха не считается Про это никому не рассказываем Про грибную уху Палимся Похоже на инопланетянские корабли Слушай, Толян Как ты думаешь Они попробуют ли нам грибной ухи? Грибной ухи? Да Это вон то, что растет сзади? Да Я даже не знаю А на вид они ничего Грибы были ничего Какая цена за хороший квадроцикл И как он называется? Полмиллиона рублей BRP Пятисот Пятисотый То есть самая такая оптимальная Штука и не очень дорого Не миллион И не очень дешево То есть ты с такими только работаешь, да? BRP, да? BRP или BRP Как это сокращаешь? Что это означает? BRP Что обозначает? Обозначает классный квадроцикл Вот этот квадрик называется BRP Действительно ощущение того, что я еду на хорошем дорогом автомобиле Что касается китайского квадроцикла То это больше похоже на Lada Grand Или Lada Priora Не обижайтесь Любители отечественного автопрома Здесь есть электрическая рейка Управление рулем вместо гидроусилителя руля Здесь прекрасная подвеска Автоматические блокировки колес И на этом аппарате я действительно чувствую себя владельцем какого-то Bentley Ощущение просто великолепное Я могу держать руль одной рукой И абсолютно спокойно говорить Именно поэтому я выбираю для своих поездок Для своего экстрима Вот такую классную машинку Только это техника Но сами инструкторские На чем? На чем? То есть, ну не важно на чем Не важно на чем А это сколько стоит? Он, я насколько знаю, работает Он аккарбюраторный, по-моему, один цилиндр, да? Да, по-моему, да Хотя я не знаю А может быть и одного нет Но если честно Я тебе знаешь, что скажу? Вот я проехался на этом квадрике, да? На недорогом Цена ему, кстати, 200 рублей А это не чуть не мало, я скажу тебе Ну да, ну он свои 200, я правда Да, и не каждый себе позволит Мне что понравилось? Такой приятный запах бензина 80-го На 80-м ведь гоняли? Не, на 92-го Какой приветливый Мало взял Да, ну такой запах приятный Как будто едешь на старом отцовском москвиче В детстве вспоминаешь И он так пердящий такой звук Так вот этот классный Мне тоже понравилось В принципе, какой косяк в нем? Единственное, что нет гидроусилителя Нет электронной рейки Мне, кстати, нравится без электроусилителя Почему так? Да, потому что едешь Сразу видишь, что ты не на игрушечной машинке А вот повернул вправо, повернул влево То есть, ну, ощущаешь технику А так, может, так вот на таком Ребенок справится Ну, это неинтересно Ну да, вот честно На большом, на BPR Я могу тебе сказать, что я правильно сказал? Знаешь, как это Какие там Нефтяная компания BP Ты уже говоришь? BPR BRP 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 В общем, на BRP Мне очень понравилось Потому что там чувствуешь себя Как на дорогом автомобиле Управляемость высокая И самое главное, что задницу не отбиваешь Вот сегодня я задницу-то подбивал Ну, подушку надо возить Подружку еще можно возить Подружки Вот об этом тоже хотелось поговорить Девчонки, ведь вот Когда сидишь вот где-нибудь в кафе За соседним столом сидят Две красивые такие муклы И ты начинаешь обсуждать громко Вот неважно, о чем ты говоришь Громко говори Квадроцикл И у них уши сразу Тик-чик-чик-чик Настроечка пошла Почему так девчонки любят квадроциклы Непонятно Это же грязь Это же Знаешь Первый раз, когда девчонка видит квадроцикл Так смотрит Да это что-то страшное Что-то такое Я не поеду Я не хочу Сначала Ну садись Чуть-чуть прокачу Так по чуть-чуть По чуть-чуть Как газ удал Ну первое сразу В визге Сразу Цепляется Так тебя Знаешь Так едешь А ты больше Больше кочки Больше там грязи Такое Но зато потом Знаешь Раз прокатилось Не, я больше не поеду На следующий день О, а может на квадроцикле Как покатаемся Мне кажется Они любят квадроциклы Потому что это довольно престижно И это отличает людей С хорошим достатком То есть Ну квадроцикл Если он тебе не нужен В повседневной жизни Покупать не станешь Прежде всего Возьмешь машину А если у тебя есть Автомобиль И квадроцикл Девушка думает Ты состоятельный человек Я думаю Что поэтому Еще бы Скажи честно Ты вот пользуешься Этой ситуацией Что говоришь У меня доступ к квадроциклам Там покатаемся Пойдем я покажу тебе Как прочистить поршни Как прочистить поршни Красавчик Анатолий Красавчик Скажи как Насколько серьезные люди Катаются в вашей компании Вообще Инкогнито Ну те которые на вертолетах Приезжают Или на скутерах Ну бывают И на шаттлах Прилетают На космических На космических Где это все гриппы Давай так Вот я вопрос На чем приезжал Сам На чем он приезжал ВВП вырос В этом году Криндисонье На Буране Он на Дельтаплане Прилетал Серьезно Смотрелся хорошо Вот есть фотография Кстати очень популярная В интернете Где ВВП Едет на медведе Верхом Через какое-то Как вот мы на квадроцикле Через лужу Через какое-то болото Ехал на медведе И американцы Абсолютно всерьез Обсуждают Действительно ли это фотошоп Или действительно у нас Президент на медведях катается И кто-то снизу прокомментировал Что на самом деле На одном медведе Катаются только нищеброды А у него специальная беговая тройка Ну это Россия Здесь все возможно Я этому абсолютно не удивляюсь Давай так По безопасности Вот сажусь я впервые на квадроцикл Я почувствовал себя уверенным Очень быстро Потому что я неплохой водитель автомобиля И я наверное ошибаюсь Что чувствую себя уверенным Да это самая распространенная ошибка Когда ты переоцениваешь свои возможности И говоришь там Да я уже 10 лет да с техникой То-то-то Тут и возникают казусные ситуации То есть чуть-чуть не удержал Чуть-чуть не понял квадроцикл Квадроцикл чуть-чуть не понял тебя И получается что ты или в дерево Или он на тебя сверху переворот И то есть все это было Обычно это случается после слов Смотри как я могу Ну да или как это Если честно Для безопасности Лучше опускать шлем Потому что действительно Могут быть и ветки в лицо И серьезные кочки Действительно нужно подстраховаться И думать о безопасности Квадроцикл является довольно опасным средством Которое можно перевернуть На котором нужно уметь ездить И это не так просто друзья Лучше слушаться советов Настоящего инструктора Вот я сегодня ехал через какую-то лужу И мне было страшно Я начал кричать Почему ты начал кричать тоже Так надо же поддерживать Потому что я за рулем Обычный стандартный отдых В Москве, Подмосковье Да вообще в любых городах Уже приелся, надоел Надо выбирать что-то такое Изысканное То есть такое интересное Непонятное, страшное То есть ну это и есть Это туры на квадроциклах Серьезные такие Для мужиков Для настоящих чуваков Которые не боятся уделаться Не боятся грязи Ну вот собственно Вот такие Вот это именно болото Грязь Непонятные какие заросли Здесь еще и пахнет Как будто кто-то пукнул Не, на болоте На болоте так и пахнут Лягушки нахеречили Наверное со всех сторон Так что Еще вопрос, Толь Люди бывает Что со своими квадриками Приезжают ваши Типа не наш уровень Вот у меня свой Бывает Вот сейчас вот Александр уехал То есть позвонил человек Сказал Мне не с кем покататься Охота покататься Составьте компанию То есть из-за этого Так чуть-чуть А я вообще слышал Что нельзя И на снегоходах Нельзя одному ехать Куда-то далеко И на квадриках Потому что застрять реально А кто тебя вытягивать будет Застрять это еще полбеды Самая беда в том Если ты Не дай бог Там или перевернулся Или на тебя квадрик упал Или что-то такое Произошло экстренное Случаи были такие Ребят Всегда катайтесь вдвоем Это реально небезопасно Были что Чик квадроцикл Навернулся на человека И тот ничего не смог В тайге сделать И вот Так и остался что ли Офигеть По-моему ему это Он застрял в кх Не Надо спасать Дружище Я тебя спасу Давай конец Как бы больше Я не пассандер Ты понял Была моя ошибка Проехал Проехать хотел На скорости На заднем приводе В результате Он закопался Ну ничего страшного Бывает со всеми Бывает конечно Блин Ну конечно За моя выручка Тут Одним в поле Как говорится Не воин А я без вас Вообще боюсь ехать То есть это С первого взгляда Это не игрушка Я считаю Что он не может быть игрушкой Какой вес у квадроцикла В среднем Килограмм 250 Да не может быть Мне кажется больше Нет Ну в общем Это нормальный автомобиль 250 на человека Это как вообще-то Полная женщина Две наверное Есть такие В русских селениях Что и 250 И выше Мне вообще Квадроцикл Показался Каким-то вот Аппаратом неустойчивым Было ощущение Несколько раз Что он вот-вот Перевернется Ну на самом деле Это такие только Первые ощущения Перевернуться он может Если ты там Неправильно что-нибудь Нажмешь Что-то сделаешь Но сам факт Управление балансом Своего тела Влево-влево Вправо-вправо Косогоры Горочки То есть Сам по себе Он не перевернется Хотя с дуру Можно и наворотить Хоть что Второй заход Будет более профессиональным Аккуратнее Аккуратнее Безопасность Превыше всего А пацаны Это было реально круто 3000 рублей Хватит понять Что это Как это И нужно тебе Или твое ли А сколько часов За 3000 рублей Может быть я уеду Сейчас вон В Домодедово Ну с вами Поедет инструктор Он все проконтролирует Один час А вот вы инструкторы Которые могут себе Позволить кататься Сколько угодно Когда угодно В свободное время А среди вас Есть отмороженные Прям вообще Да по-моему Среди нас все отмороженные Вот знаете друзья Если для кого-то Сухая погода Это кайф Солнечное небо Там То ребята расстраиваются Что нет грязюки Негде помесить Я сегодня сам Стал свидетелем того Как Анатолий Фактически Ест грязь Какая она на вкус Красноярская лучше Привет Красноярску Привет Сибирь Стой Стой Капец Съелки-палки Новые ботиночки Ах Ну че теперь уже Как приятно Ну Как владелец Написывал Вообще ужас Слушай Мы его посадили Это нормально Точнее я Ну Это не посадили Это нормально Давай поедем Да Ну что друзья Мы отлично покатались Я получил максимум удовольствия Я бы не сказал И можно сказать Выпустил пар Мы желаем вам всем Здоровья, счастья Почаще бывайте на природе На квадриках На лыжах На чем угодно Главное не сидеть На заднице дома Приезжайте к нам Квадрик с 3 Субтитры сделал DimaTorzok